Милый друг, вот я как раз результат этого, потому что я не смотрю кино. Я не смотрю кино. Я вынуждена была посмотреть в интернете русское кино, так называемое, как потом выяснилось, воскресное, потому что мне предложили написать сценарий по одной моей вещи. Я посмотрела. Душа моя уязвима настала, знаете, как у страдальца, родящего за русский народ. Вот убогий текст, убоги играют актеры. Что это такое? Ну да, да, да. Но там я нашла себе одну актрису, Дарью Якомасову. Гениальная актриса. И у меня для нее есть роль. Но я не знаю, будет ли наш фильм. Вот. У меня есть повесть «Конфеты с ликером», который я немножко написала по мотивам рассказа Эдгара По, бочонок Амун-Тильяду. Об убийцах, которые себя убили сами. Да, отравившись тем, что... А как вы думаете, а что может спасти наш фильм? Ничего, все само собой, разумеется, будет. Все будет все равно. Только что... Понимаете, ведь время такое, что в одном месте густо, в другом пусто. В одном времени густо, в другом пусто. Сейчас пусто, потому что все сжирает. Маленькое число так называемых... Ну, не знаю, как их назвать. Режиссеров. Они берут себе все. Я же ведь, между прочим, работаю в мультипликации. И нам не дают никаких денег. У меня такое количество сказок. У меня больше трехсот. Наверное, где-то больше четырехсот сказок. По каждому из этих произведений можно было бы снять мультфильм. Я дошла до того, что сама делаю мультфильмы. Я сделала уже семь мультфильмов. А мой ученик, Ленечка, Шмельков, с которым я работала несколько лет, замечательный человек, мой студент, он сейчас лауреат и Ники, и получил Берлинале, и еще пять премий на разных конкурсах. И он мне сделал два фильма. Один «Поросенок Петр» в интернете, который собрал огромное количество тыков. А второй он сделал по другой моей сказке, по стишку. Просто сделал и все. Но мы не можем найти дорогу в Министерство культуры, чтобы нам этот фильм хотя бы купили. потому что он сделан моими силами и силами Леня. Вот смотрите, о том и речь. О том и речь, что есть люди, которые пытаются делать детское... Ничего не пытаются, мы делаем. Пытаются, но продать не могут. Да, да. А вы знаете, что это не исчезнет? Все равно это останется. И когда-нибудь это... Вот понимаете, «Поросенок Петр», который не принял никто. Посмотрите, сколько его... Наверное, больше полумиллиона в разных местах. Почему, собственно говоря, у меня такая слава? Потому что Ленечка сделал мультфильм минута 20 секунд за несколько дней. А потом люди начали делать своего «Поросенка Петра». Потом они начали с ним ездить на машинах. Потом он стал символом чего-то. Дальше, может быть, еще что-то будет. Понимаете? Они нас топят, а мы не тонем.